Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Юрий Шулейко Юрий Шулейко Юрий Шулейко Юрий Шулейко Юрий Шулейко Юрий Шулейко денег не хватает или что. Чем дольше работаем, тем дороже это. Я думаю, что тоже вопрос благоустройства одного из дворовых территорий в Комарине будет решен до конца Нового года. Вот такие обещания и непосредственно сегодня мы на приеме уже часть этих вопросов решили. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гумель» из Брагина. Завтра в Беларуси пройдусь шарговые промылинии мясовых органов Улады. У Гумельскими облаконками з вороты грамадян будет принимать старшиня областного совета депутата Катярина Зинкевич. Номер телефона у Гумели 33 12 37. Промая линия працует с 9 до 12 годин. У ГТШ на совете будет наместник старшини Гумельска Гагарвы Конкама Сергея Андрееву. Номер телефона промой линии 51 45 58. Протягиваем выпуск. Гоноровые грамоты, подяки, аплодисменты и просто добрый настрой. Сегодня у Палацево-Парковом ансамбле меньшовали работников культуры из нагоды их профессийного свята, якою селета будет означаться 13-го Кастрышника. У Знагороды запленную працу отримали 24 работники этой сферы из усягоры Геона. С героями свята погутарила Марина Джалая. Народился в украинской вёсце, потом жил в России и уже 65-й годов актёр Гумельского областного драматичного театра. Самым первым подчас урочистости у Знагоды дня работников культуры в Знагороделе поваженного и любимого театралами актёра Фёдора Иванова. Селета артисту вспомнилась 90-та. Сегодня он отримал гоноровую грамоту национального сходу Республики Беларусь. Профессия у нас очень сложная. Я желаю вам удачи и, главное, любви в своём деле. Только труд больше ничего не поможет нам. И быть таким верным своему театру, как я, очень люблю. Я люблю свой театр. Люблю свой Гомель, Беларусь свою. Ведь представьте себе, если я 70 лет здесь, а мне сейчас 90. Вот 20 лет я где-то был. И в России, и где только не был. А вот Бог меня привёл именно сюда. Светлана Козлова с Кормы, начальника отдела идеологичной работы, культуры и по справах молоди Райвы Конкама, можно сказать, всё лето означало полнолетие операционной деятельности на этой посаде. С 18-ти годов 8 спевая в народном коллективе «Славянская душа». Такое сполучение керевника и артистки робит её счастливой. Если есть эффективное выполнение задач на операционном месте и аплодисменты от Глядачау, сегодня есть так самая шоколозная рода за плённую деятельность. Сегодня наш житель, любой житель, или в сельской местности, или же в городе, он в первую очередь должен что? Хорошо поработать и хорошо отдохнуть. Прилагаем все усилия для того, чтобы сохранить нашу историко-культурное наследие, нашу традиционную культуру, сохранить наши коллективы и приумножить, чтобы они были для блага нашего района. Ну и в целом, чтобы житель пришёл в свободное от работы время и получил огромное удовольствие, вдохновение. На Гомельшине працуют около 9 тысяч работников культуры. Только сёля-то урагиёне поставили больше 20 премьерных спектакляв. Провели 250 концертных программ, свыше полутора тысяч театрально-видовищных мероприемствов. Организовали около 2 тысяч выставов. На Гомельшине свои талленты реализуют у дельники больше 650 аматорских коллективов. ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУСЯ РОДШКОЛЬНИКОВ ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУСЯ РОДШКОЛЬНИКОВ ЗВЫЧАЙНАЯ ПРАЦА ДЛЯ УСТАНОВ АДУКАЦИИ. У ПРИВАТНОСТИ И НА УРОКАХ ДОПРЫЗИВНОЙ ПОДРЫХТОВКИ, ЯКИ РАСПОЧИНАЮЦЯ У СТАРШИХ КЛАСАХ. Однак ПРОВЕДЕНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСВЯТЛИВ, ЧТО ЗАНЯТКИ НЕ МАЮТЬ ВЫСОКОЙ ЭФЕКТИВНОСТИ. КАБ ВЫПРАВИТЬ СИТУАЦЮ, БЫЛО ПРОНЯТО РОШЕННЯ УЗМАЦНИТЬ СУПРАЦОВНИСТВА З ВОЕННИМИ СТРУКТУРАМИ. ЗА КОЖНЫМ РАЙОНОМ В ОБЛАСІ ЗАМАЦОВАЛАСЯ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ. ВЫНИК, ЯКИ ЧАКАЛАСЯ, ОТРИМАУСЯ СТАНОВЧИ. ТЕМА ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В УЧЕРЖЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, и она никогда не теряет своей актуальности. Она напрямую сопряжена с темой патриотического воспитания. И имеет место ряд проблем, и ключ к решению большинства этих проблем в плотном взаимодействии именно с воинскими формированиями. Если в школу будут приходить профессионалы, и, соответственно, работа будет поднята на профессиональный уровень, это должно дать свой положительный эффект. Сирот ранее иснующих проблем не доход в школах высокопрофессийных кадров по военным выховании. Так само отсутность пляцовок для практичных занятков. Суместное взаимодействие наставников и военных дозволило выражать эти проблемы и надать больше уваги повышению престижа службы в армии. В случае, когда молодой человек не годен, да и ей постанет здоровье, или по других причинам, он все равно должен быть готовым к обороне своей айчины. В учреждения образования прибывают военнослужащие, воинских частей, военных комиссариатов, проводят с молодежью занятия по профессиональной ориентации, рассказывают героико-патриотические события, происходящие в вооруженных силах. То есть всесторонне готовят молодежь к дальнейшей службе в вооруженных силах и других воинских формированиях. Мы, в первую очередь, хотим воспитать гражданина и патриота. А где он уже будет служить, либо работать, это уже вторично. Круглый стол в таким поширенном составе дозволяя полностью проанализовать ситуацию, заработать певные зауваги и вызначить приоритетные накерунки работы, как избегнуть помилок в будущем. Дмитрий Котов, Василия Сипцова, телерадиокомпания «Гомель». Клопотливые, отказные и самоданные женщины. Сегодня у Гомельской городской клинической больницы номер два с надыходящим святом веншовали тех, кто носит гоноровое звание «шмодетная мать». За урошистостями надзирала Ганна Корольчук. Веншование мотуль в родильных домах довольно звукла традиция. Представники улады громадских организаций наведывают больницы что год на розные святы. Но на этот раз подарунки и теплые слова адресовали не пациенткам, а супрацовницам установы. Урачи, санитарки, акушерки и медсестры. Жанчины, которые каждый день допомагают иншим на первых кроках материнства и сами гадуют некольких детей. Медсестра гинекологичного отделения Алена Севец и Уогаля узнагороджена ордена мати. У нас большая семья, у нас шесть детей. Сын уже взрослый один и пять дочерей. Мы с мужем вдвоем, у нас были небольшие семьи, двое детей, где воспитывалось и у него, и у меня. А почему так решили, что хотите большую семью? Ну, даже в начале нашей семейной жизни не было таких убеждений. Но со временем как-то произошла переоценка ценностей в жизни и решили, что это счастье, что наша жизнь в детях. Наверное, у нас такое учреждение, которое помогает готовиться к материнству, помогает выносить малыша, помогает родиться малышу, помогает впервые, а может быть и не впервые, стать матерью. Поэтому у нас такое специфическое учреждение, куда, наверное, и тянутся многодетные мамы работать, которые любят материнство, любят детей, любят становиться матерями. Веншивание от профсоюза отримали больше за 35 супрацовниц клинической больницы номер 2, в которой годует трех и больше детей. С подарунками до урочистости удалучился и Белорусский республиканский союз молодцы. До речи, вчера в громадском объединении подвели выники республиканской арты-стафеты «Слово первое в жизни», присвеченной Дню Мати. Уже подвели итоги республиканского конкурса, и четыре человека из Гомельской области оказались в числе лучших. Любой желающий мог принять участие – это предоставить фотографию со своей мамой, рисунок своей мамы, стихотворение для мамы. И сейчас, уже именно в праздничные дни, мы поздравляем своих мам, наши ребята, которые писали стихотворение для своих мам, выступают на сцене с этими стихотворениями, фотографии мы публикуем в социальных сетях. На «Передине Дня Мати» активисты БРСМ проведут больше за 70 мероприемств в Гомельской области. Веншаванье отримают около 2000 женщин – шмадзетных матей, женщин ветра новой войны и працы, ведомых спортсменок, девочек культуры и мастерства. Ганна Коральчук и Гармарышченко телерадио «Компания Гомель». С гастролями в Гомель приехал Белорусский державный театр «Лялек». Столичные гости привезли две постановки – для детей и дорослых глядачоу. Первый спектакль прошел на «Передине» на сцене Гомельского театра «Лялек». Горкая комедия «Пансион Бельведер» признана крытиками одной из найлевших белорусских постановок 2017 года. Ее показывали у России, Польши и Германии. Головный герой спектакля – пожилые люди, чье житие подходит до своего захода. Насильники пансиону проводят дни сгодно с раскладом, однако это не перешкажет троплять в розной комичной и трагичной ситуации. Бо старость – это подстава, как поразважать про крохкость жития, где до пошняга уздыху есть место марам и любови. Это история про самое головное, рассказанное актерами без слов. «Поскольку его поставил итальянский режиссер с нашей труппой, спектакль очень непохожий на все, что мы раньше делали, потому что он, поскольку итальянцы, они любят комедию «Дель арта» и «Маски», то весь спектакль в «Масках» актеры играют. Сейчас вот мы в сентябре вернулись из Рязани с международным фестивалем, где просто бешеный был успех». А заутро и в неделю коллектив театра запрашает до себе маленьких глядашоу на добрую каску «Таймничий гиппопотам». Спектакли продают у 11 и 13 годин. Гомельский коллектив театра «Лялек» зараз так само выступает с гастролями на Минской сцене. Цикава, что першопочатковый белорусский державный театр «Лялек» организовался у Гомелли в 1938 году. Коллектив працавал в областном центре навод после войны, а в столицу переехал только после 50-х годов. В труппе до этого часа есть ты, кто пошинал в Гомелли. До 20 градусов тепла шакается по полдне Беларуси в выходные. Температурный фон повысился и наблизился до климатичной нормы. При этом субботу 12-го Кострышника будет ветрана и воблашна. Температура поветра в нашем регионе в нашей складе до 10, в день до 16 градусов выше и за 0. В неделю на двор я пошла поляпшаться. В нашей местами заховается порывистый ветер, в день ее наслабее. В нашей будет до 9, в день до 19 градусов тепла, по полдне до плюс 20. В начале наступного тыдня возможности уплыв антициклону с Заходной Европы. Будет переважно без опадков и по Веросневску тепло. Эти и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу. www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В больнице города Калуги находятся три пассажира микроавтобуса из Гомельской области, который накануне столкнулся с грузовым автомобилем в Калужской области России. Один из пострадавших в травматологии, еще двое в реанимационном отделении. Четыре человека, включая водителя, погибли на месте происшествия. Пятый скончался в больнице. Гомельский микроавтобус направлялся в Москву. После остановки на трассе он стал совершать разворот, пересек сплошную полосу и в этот момент в него врезался грузовой автомобиль «Скания», который двигался в попутном направлении. Четыре человека, включая водителя, погибли на месте. Позднее количество жертв увеличилось до пяти. Всего в микроавтобусе было 10 человек. Трое пострадавших находятся в больнице. Двоих отпустили на амбулаторное лечение и предоставили общежитие. Посольство Беларуси в России продолжает следить за ситуацией. На БМЗ серьезно травмирован 19-летний стажер подручный Столивара. ЧП произошло в ночь с 8 на 9 октября. 19-летний подручный Столивара проходил на заводе стажировку. При перемещении столевозной тележки получил травму. Парня доставили в больницу. Проводится расследование инцидента. Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое. Житель Наровли хранил дома более 3 килограммов марихуаны. Мужчина попал в поле зрения оперативников летом, а в сентябре был задержан с поличным. В кармане его одежды оперативники обнаружили около 4 граммов высушенного наркотического вещества. Позднее при обыске дома подозреваемого сотрудники наркоконтроля обнаружили у 30-летнего мужчины более 3 килограммов дурмана. Эксперты признали вещество наркотическим средством, готовым к употреблению. Оказалось, что житель Наровли самостоятельно собирал дикорастущую коноплю, высушивал ее, измельчал и упаковывал в дозы. Продавал ее местным и знакомым из Мозыря, а иногда сам покуривал травку. Теперь мужчине уже не до удовольствия. Он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Это вся информация на сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Де Факто. И оставайтесь на Беларусь4. На телеканале «Беларусь4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В плюсе только «Волки». В экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялся очередной тур. Оба представителя нашего региона находятся в турне по столичному региону. Гомель встречался с солигорским шахтером. Хозяева забросили по шайбе в первом и втором периодах. Отличились Бойко и Додонов. Рыси, выпустив концовки шестого полевого игрока, смогли отквитать один гол. Результативный бросок за 16 секунд до финальной сирены на счету Кокшарова. Завтра Гомель играет в Молодечно с местным «Динамо», которая накануне поделила очки со жлобинским «Металлургом». Основное время поединка завершилась со счетом 2-2. У хозяев отличились Печура и Волков, у гостей – Войтихов и Рак. В овертайме обошлось без голевых бросков, а в серии буллитов, точнее, были «Динамовцы». «Металлургу» завтра предстоит поединок с «Шахтером». Футболисты Гомельского «Локомотива» стали чемпионами мира. Мировое первенство среди железнодорожников завершилось во Франции. Сборная Беларуси, составленная из игроков «Локомотива», на пути ко второму к ряду титулу обыграла команды Бельгии, Швейцарии, Франции и Словакии. В финале «Беларусы» были сильнее коллег из России – 2-1. На отдых у железнодорожников времени нет. Уже 16 октября «Локомотив» проведет поединок 24-го тура чемпионата Беларуси в Первой лиге. Соперник – Гомельчан Сморгонь. Матч пройдет на поле команды из Гродненской области. Речицкий спутник в субботу играет с Пинской волной. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Речице. Начало в 15.00. Светлогорский химик в воскресенье едет в гости к столичному НФК. Шестой тур чемпионата Беларуси по мини-футболу растянется на неделю. А поединок между Гомельским ВРЗ и столицей вообще перенесен на неопределенный срок. Причина тому – участие минской команды в основном раунде Лиги чемпионов и предстоящий учебно-тренировочный сбор национальной команды. Светлогорский ЦКК и Гомельская БЧ играют завтра. Светлогорская команда ждет в гости Аршанский и Витэн. Матч пройдет на паркете Дю США номер 2 райцентра. Начало в 14.00. Параллельно в Гомеле в спорткомплексе «Локомотив» стартует матч между БЧ и командой «Минск». Железнодорожники после пяти туров уступают первую строку столицы только по дополнительным показателям. ВРЗ на пятой позиции, ЦКК на девятой. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова